привет ребята ну что продолжаем эпопею про сбербанк это как он подал в суд на несовершеннолетнюю девочку не я все прекрасно понимаю как бы сразу не кидайтесь тапками у меня действительно наследники в первую очередь у нас следует долги а потом уже то имущество которое наследуется но в данном конкретном моменте меня смущают несколько вещей то есть первое почему сбербанк обманывает и заходит суд проворачивать таким образом как будто не знает где нахожусь на секундочку я являюсь держателем золотой карты сбербанка то есть у меня зарплатный проект сбербанка это значит что все мои персональные данные вплоть до регистрации постоянной временной регистрации находятся в банке то есть банк знает где нахожусь и ссылаться на то что банк не знает где нахожусь ну как минимум не неправильно не этично или как там другими словами можно выразиться так вот 16 ноября прошло очередное заседание суда районного по иску сбербанка к моей дочери ну а соответственно ко мне как законному представителю в этом суде было очень интересно следующее я подготовил возражение на шести листах сейчас здесь это будет изображение этого возражения так вот в нем я указывал на все недостатки которые сбербанк допустил начиная от введения суд заблуждение это еще самарский суд заканчивая некоторыми ошибками опечатками или непонятками которые для меня лично непонятны я как лицо наименее социально защищенная не понимаю что значит перевести кредитные деньги на иной счет в договоре один счет а а переводится деньги на другой счет я этого не понимаю но никак не могу понять следовательно что следовательно сбербанк нарушает он злоупотребляет правом не доказав наличие самого кредита то есть надо не доказав получение матерью моей дочери денежных средств один суд уже взыскал второй суд тоже ведет себя довольно таки посредственно в этом отношении и ну прям прослеживается то что все таки суды у нас лоббированы кредитными организациями и суд меня останавливает судья прерывает постоянно не дает мне договорить мотивируя тем что но это же было там в самаре хотя это было то есть как факт это уже случилось и неважно где это случилось по сути но тем не менее суд считает что я не осылаюсь немножко не на те мероприятия дальше больше изучив материалы дела кстати напомню мне так и не пришли из сбербанка ни копия иска ни материалы дела не расчет иска следовательно с ними ознакомиться я должен воспользоваться своим правом как лица участвующего в деле на ознакомление с материалом да естественно я воспользовался этим правом и путал соответствующие ходатайства ознакомившись я нашел один единственный документ во всем деле который является уведомлением причем самое интересное уведомление о необходимости предоставления в страховую компанию определенного перечня документов вопросов нет но если бы страховая компания не ограничивалась направлением документа на адрес проживания матери ребенка она правила бы по всем известным адресам адреса на нотариус например при открытии на следственного дела были известны в том числе и мой я выдавал доверенность доверенному лицу чтобы он удаленно открывал это нотариальное дело чтобы он вел мои дела у нотариуса тем не менее страховая компания воздержалась от этого и я считаю что это все таки злоупотребление правом я все равно буду добиваться того чтобы страховую компанию также как и сбербанк признали злоупотребляющими право на секундочку страховая компания называется сбер страхование да я понимаю все прекрасно юридически это два разных юридических лица то есть два разных две разных организаций но меня смущает первые четыре буквы сбер если там сбер страхование сбер логистика сбер аптека и так далее это все сбер и это все фактически одна организация но для того чтобы как-то оправдать это все естественно судья ссылается на то что это два юридических лица с одной стороны это так с другой стороны все прекрасно понимают что сбер это и есть сбер в итоге я все-таки смог убедить судью в том что необходимо привлечь сбер страхование в качестве соответчика по данному делу а соответчик это такой же ответчик как и я ну как моя дочь как и я а почему да все просто потому что верховный суд в своем определении уже сказал что правообладатель на это кредитная организация и кредитная организация должна получить страхование они наследники получают страховку потом выплачивают кредитную организацию при любых раскладах даже судья подтвердила что страховая компания должна была истребовать определенные документы в том числе и у нотариуса в том числе и у медицинских организаций в том числе и у нас как у меня как представителя законного и у дочери как наследника но тем не менее истец злоупотребляя правом воздерживается от этих желаний они не хотят работать даже суд подтвердил что они не хотят работать страховала кредит чего естественно сделано не было на также к материалам иска материалом дела был приложен интересный документ если обратите внимание то он практически не читаем я пытался его отсканировать три раза три раза мобильным сканером айскан который и два раза или три раза снимал на телефон а телефон на секундочку как бы с хорошей камерой какой там 11 redmi там камера неплохая и она довольно таки чувствительно но даже камера телефона не взяла вот этот мелкие мелкие буковки этот документ должен был быть распечатан на листе минимум а3 чтобы был читаем но нет сбербанка ввиду экономии бумаги видимо у них до сих пор дефицит бумаги решили обойти это все и приложили вот такую нечитаемую копию судья попыталась оправдать компанию сбер пытался не получается уважаемый тут у меня очки есть 075 которые для моего зрения не видят они вот видите у вас плюс 4 я не могу рассмотреть дальше но у нее немножко не вышло судья при мне сняла на свой телефон часть маленькую часть этого листочка потом увеличивать ну смотри ну читаем аж шаманские движения как мне кажется это не убежать что-то кратерка который приложил ответчик он должен приложить для того чтобы с телефоном сидеть рассматривать он должен получить документы читаемые чтобы можно было разобраться чтобы можно было сделать контур расчет я в возражении так и написал что я не могу провести контур расчет потому что документ не читая сбер научись наконец-таки уважать своих клиентов людей в конце концов просто людей ты заходишь в суд мало того что несовершеннолетнего как бы ладно практика верховного суда гражданский кодекс предписывает что наследник должен в рамках наследства наследство оплатить все долги я не спорю с этим но сделай правильно сделай как должно быть у нас в конце концов состязательная сторон истец должен доказать доказать эти моменты а не просто скинуть суду который априори признает кредитную организацию победивший но так не должно быть я в любом случае буду бодаться в любом случае я прекрасно понимаю что дело очень слабо выигрышная но хотя бы уменьшить хотя бы чуть-чуть не должен истец кормиться за счет минимально социально защищенного гражданина ладно поехали дальше что касается судов вас будут держать в курсе это однозначно плейлист будет выполняться мне кажется будет интересный контент видео из залов судов я буду выкладывать на сервис бусти не потому что здесь их смотреть в ютюбе никто не будет у меня не так много подписчиков чтобы можно было выкладывать такие изначально слабо заходящие видео но я буду это делать на сервис бусти да немного преследовал алчный интерес но тут уж извините работа требует этого все таки и контент довольно таки и интересный познавательный и можем в принципе увидеть как хотя бы маломальски себя защищать суде ссылка на бусти на мой аккаунт в бусти будет в описании там внизу что еще хотелось бы сказать официальный сайт у нас в принципе тоже существует я сейчас на правах рекламы я себя рекламирую официальный сайт тоже существует поэтому кому интересны юридические услуги пожалуйста спускайтесь вниз там вся информация имеется хотелось бы сказать своим подписчикам спасибо да и просто всяк сюда заходящий спасибо тебе за то что ты смотришь за то что ты интересуешься комментарии это вообще приветствуются остальное все мелочи на этом все спасибо что ты остаетесь со мной до скорой встречи буду информировать пока